Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука, 13 мая. У нас по-прежнему стоит жара, из-за этой вот такой аномальной жары у меня проблемы. Сегодня, короче, сегодня по Алтайскому краю обещают вообще 33 градуса. Оказалось, что я в таких жарких условиях вообще не могу ничего делать. Вчера она напланировала, сниму то, сниму то, еле доползла в дом, заползла. Короче, организм сразу начал напоминать мне о своем возрасте, сигнализировать, что в таких условиях он работать не может и не хочет. Все, даже вчера видеообзор сняла, отложила, думаю, видеомонтаж потом сделаю. Не захотелось даже никакой не видеомонтаж делать, ни ролики снимать, выкладывать. Ну все, не могу, жарко. С утра выхожу пораньше, конечно, продолжается высадка. Вы вот видите уже, что томатное поле, засажено, все. Хватает время только на работу, вот сейчас 2-3 часа поработаю, потом наступает, когда жара под 30, все делается плохо. Вообще, конечно, в такую жару и растениям тяжело, и людям тяжело в огороде работать. У нас до 11-12 люди походят по участкам, все, потом смотрю, жизнь затихает, потому что обычно пожилые люди работают в огородах. В самый такой разгар, в пекло, никто не может работать, все прячутся по домам. Вот вчера посадили вот эти последние ряды мы с Катей. У меня осталась одна вот эта большая грядка, которая была уже готова, но ее при ремонте теплицы затоптали. Вот сегодня снова будем перекапывать, опять ткань закрывать. Пришлось делать двойную работу, потому что, ну, я объясняла, что тут лестницы ставили, все затоптали, слоники, ремонтники. Так, сейчас, вот остатки рассады, Надюша сторожит, тут у меня ее сидит. В последнюю очередь всегда высаживаю вот те сорта, которые у меня толстоногие, которые не вытягиваются в рассаде, потому что в первую очередь нужно высадить те томаты, которые, вот эти, видите, высокорослые. Они, если стоят в кучке, они сильно-сильно тянутся, а этим ничего. Смотрите, как отличается петруша. Вот у меня петруша остался, Настенька. Ну, вот эти самые мои, сибирская тройка, демидов, их буду высаживать в последнюю очередь. В такую жару очень быстро расцветают и отцветают цветы. Вот мои вот эти любимые тетяпаны только что распустились, видите, и уже какие-то листики делаются как подвяленные. Они в такую жару даже цвести не хотят. И понемножку уже начали сразу же почти засыхать. Чтобы удалить нижние пасынки, там лишние пасынки, вот в этой теплице, мне вчера пришлось рано-рано сюда зайти, и после двух, два с половиной часа я здесь работала, после двух с половиной часов работы, прям с самого раннего утра, сюда зайти было невозможно. Я днем подошла, как из духовки, отсюда жар идет. Сегодня хочу еще не тканным полотном закрыть сверху. Ну и знаете, когда мы обсуждали, что плохо или хорошо, что вот эта теплица у меня поставлена между забором и домом, что тут полдня тень, вот она-то как раз оказалась в самом выигрышном положении, потому что тут у них до обеда солнце, вот сейчас видите, восход солнца, вот так вот с торца, а когда наступает послеобеденный вот этот зной, тень от дома падает, и вот тут всего комфортнее томатам, и оказывается не всегда плохо, что теплица стоит в полутени. Сегодня только добралась, буду высаживать вот сейчас в эту чудо-теплицу растения. Все думала, что высадить, огурцы или томаты, огурцы или томаты. Многие говорят, что там очень хорошо чувствуют себя огурцы, но так как огурцов я уже насадила достаточное количество, все-таки, наверное, посажу туда томаты. И еще, наконец-то, дошла очередь вот до этих перцев, когда я говорила, что купила чудо-теплицу под томаты, и я говорила, что купила еще небольшой парничок под перцы и баклажаны, вот тоже их нужно высаживать, но я в первую очередь, конечно, старалась высадить томаты в открытом грунте. Вот сейчас стяжу и смотрю, что летит то ли это тополиный пух, то ли это пух с одуванчиков. Не пойми, а, ну, наверное, одуванчики. Короче, у нас в этом году жара, все вот эти вот графики, высадки нам как бы смазала, сместила. Я же хотела высаживать перцы чуть-чуть попозже, а сейчас оказалось, что в средине мая уже их можно и в открытый грунт и везде. Короче, оказалось, что вот этот парничок, который я приобрела для перцев, он в этом году у меня получился не актуален. Вот они стоят, все ждут своей очереди. Но я могла бы высадить уже и в открытый грунт. Но раз он уже все равно куплен, буду высаживать в него, потому что он может пригодиться и летом, когда начнется, например, град. Там все-таки перцы предохранятся. И осенью, когда у нас первые заморозки будут, он, наверное, все-таки сыграет такую положительную роль. Не так, как в открытом грунте, там немножко потеплее. Но в этом году такая весна, что можно высаживать вообще все без укрытий нам. Короче, у нас такой климат южного региона установился. Ну вот, и ландыши мои зацвели раньше времени. Наверное, цветут очень быстро. Нынче все у нас, вся весна пронеслась галопом мимо нас. Все, до свидания. Желаю всем, у кого холодно, заберите лишние 8 градусов. Нам достаточно 22, 30 нам не надо. А эти 8 пусть распределятся между теми, кому сейчас холодно. Желаю всем хорошей погоды.